Мастера питомников Для работников лесхозов настала по-настоящему жаркая пора. В день они вырубают и привозят на склад более 200 деревьев. Особых условий хранения еле и сосны не требуют. Теплая погода позволяет их складировать прямо под открытым небом. В прошлом году здесь часть была в складе, часть здесь. Ну, удобно. И выбрать удобно, покупателям подъехать удобно, взять, погрузить. К сожалению, не все жители нашей области готовы законным путем приобрести новогоднее дерево. Некоторые идут за елкой не на рынок, а сразу в лес. Штраф в размере 5595 рублей за незаконную вырубку нарушителей не пугает. Экипажи полиции осуществляют круглосуточное дежурство на территории лесхозов. В основном, это получается, граждане идут одну-две елочки, срубают для себя, для родственников. Массовых таких незаконных рубок не было. За две елочки уже уголовное дело. Наказания там различны, в зависимости от штрафа, условное наказание, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Традиция наряжать на Новый год елку прижилась в России с 18 века. Царь Петр I повелел украшать дома пушистой красавицей. Сегодня мы себе не можем представить праздник без этого сказочного дерева. Правда, больше популярностью лепчан пользуется сосна. Ее реализация начнется в нашем регионе с 20 декабря. Ольга Родина, Анатолий Гончаров, Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин